Не, ну я знал, что он будет ядреным, потому что, как я понимаю, у нас уровень равняется нашему парню. 26-го уровня, который был. Очень-очень-очень хотелось этого избежать, но... Братан! Ты не поверишь, как я рад тебя видеть! Вот так вот. АВ! Вы смотрите Перпетус Плей! Меня зовут Саша, а это Средиземье. Тени войны. Если вы ждете новую серию по Средиземью и хотите на нее повлиять, ставьте лайки и пишите комментарии. Ведь именно от такого вашего взаимодействия с видео и зависит, как часто новые серии по той или иной игре выходят на канале. Также на это очень влияют ваши репосты. Мы находимся в Литладе и мы выживаем, не играем, не убиваем, мы выживаем за Баранора. И все же мы придерживаемся плана, как он и завещал в финале прошлой серии. План невероятно прост в своей трактовке, но невероятно сложен в выполнении, потому что основная цель — это именно не сдохнуть. И, кстати, песчаная буря накрыла нас с Торвином. А Торвин, падла, не затыкается. Я думал возле него начать, чтобы вам было еще на кого посмотреть в начале, кроме Баранора, но он трындит и трындит без умолку просто. Хотя он рассказал прикольную историю о том, как он поел картошки, но на самом деле это были камни. Если я правильно понял. И все же печально, что с ним невозможно повзаимодействовать. Можно просто пробежать по его столу и что угодно сделать, а так вообще никак. Но будем пытаться как-то выигрывать эту войну, потому что такие же цели у, естественно, Баранора. И, кстати, насчет этих Торвинских, Нуменорских приколов надо будет, конечно, найти, но мы не знаем где. Я так понимаю, надо искать по эскизам, которые там в меню персонажа, на навыках находятся. Но я посмотрел там вроде как, во-первых, здесь, я так понимаю, где-то рядом с аренами, а еще один я видел возле Большого Черепа Дракона. Увидим, найдем, возьмем. Как-то так. Но мы давайте начнем вот с этого. Не потому что это по логике с первого надо начинать, потому что он тупо ближе всего здесь. А я боюсь, что до таких вот мест, как это, мы тупо можем не добежать. Ведь там встречаются орки 43-го уровня, даже с нашим наемником, который 26-го уровня, он максимум просто умрет первый. Это, мне кажется, максимум, на что он способен пока что. Но не знаю. Мы проверим его еще в действии нашего обычного беспонтового наемника. 500 метров тупо под землю. Давайте попробуем как-то прокопаться. Я понимаю, что под нами, но... И, кстати, это единственное место, которое мне видится безопасным. Если честно. Серьезно, единственное. И хотите верить, верьте, хотите нет, я забыл, как открывается парашют. Сейчас вспомним. Очень просто. Как всегда. Ну, собственно, нам строго вниз. Его можно, конечно, свернуть, чтобы побыстрее, да? Но я думаю, что если я его не разверну, то будет очень глупо. Прям помереть здесь. Давить? Так, заставы. Перед штурмом крепости Шендрам вам необходимо захватить пять застав. Вам понадобится помощь наемников для захвата и охраны этих стратегических позиций. Нифига себе, мне еще и за охрану им платить. Это чоп какой-то, что ли? Захват заставы приносит большое количество монет, которые вы можете использовать, чтобы заручиться поддержкой еще большего числа наемников. Ну, понятно. Все у нас здесь за бабло. Скоро я узнаю, чем эти капитаны заставы отличаются от вождей в Минос Ители. Да, я тоже. Парни, ну вы что? Я как бы, кстати, единственное, что сейчас боюсь, у меня реально фобия такая выработалась в процессе прошлой серии. Фобия, сука, животный ужас карагоров. И это я еще не встретил Баронором Граугов. Это же вообще трындец. Пока что я думаю, что там одного взгляда Грауга будет достаточно. 37 уровень, да? Следующего, кто тронет мой Грог, я ногами вперед запихну червю в жопу. Так было бы эффектнее просто. А что ты тут тренируешься на Талионе? Железная воля, ну это понятно. Кстати, я вообще не понимаю, зачем здесь они впихнули железную волю. Он же не умеет подчинять. Или благодаря харизме он реально умеет уговаривать. Остальные приколы я не буду смотреть, потому что все-таки так интереснее. Тем более нам реально пока что нечего терять. Так, захватить ключевую точку и победить командиров заставы. Командиров заставы ровно одна штука. Ну давай над тебе разомнемся, да? Удерживайте и отпустите левую кнопку, чтобы провести толчок щитом, который наносит урон врагам и сбивает их с ног. Да, вот кстати, здорово, да? С лёта он мне прописал по щам. Кстати, лечиться, да, очень просто. Единственное, что не очень просто. Ну, мы оба будем стоять. Я пока тренируюсь, если что. Нормально. И нас сразу же отстреливают. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Стати! Получите, распишитесь. Да-да-да. И ты тоже, я про тебя помню. Помню, но стрелы закончились, да? Придётся убрать вручную. Баронором всё будет медленнее, чем Талионом. Потому что я боюсь. Это первая причина. И главное. Давайте же, наверное, уберём немножко лучников. Талионам реально было проще попадать. Попробуем для начала как-то посражаться. Опаньки! Блин, ну почему же? А можно оглушающий снаряд? Он... Возымеет эффект? Дяденька, ну ты даёшь вообще, а? Это я тебя килл. Ю. А что он мне дал вообще? Хрен знает. Ладно. Спокойно. Спокойно. А может быть я так всех их выманю сюда? И тот приползёт, а? Нет? Кстати, сколько нужно будет ударов, чтобы размолотить ему щит? Опаньки! Житуху подняли, да? Добивай этого пухлого! Вали его! Хватит танцевать у него на горбу! Парень! Куда ты лезешь? Пошёл отсюда! Нет. У меня уже всё тут поднялось, ой-ёй-ёй! Смерть, кажись, моя пришла? А стрел-то у меня и нету. Ладно, давайте попробуем как-то чё-то разобраться с тобой. Может быть, удастся тебя казнить, а? В рамках борьбы с фобией. Исключительно. Но! Стрел, сука, нет. Это плохо. С другой стороны, у них началось какое-то рубилово. Я не понимаю, с кем только. Давайте уберём этого лучника, потому что он уберёт меня. Как только сможет. Сука, и заполз сразу сюда же. Другой какой-то олень! Ладно. А ведь будет плохо, если он нас сейчас застрелит в полёте. Заметили ли? Исключительно по булкам на силу урон. Конечно, по булкам это... Они мягкие слишком у орков. Ладно, давайте. Вперёд и... С песней. Давайте попробуем вызвать нашего пацана. Так. Нажмите на значенную кнопку. Ээээ... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Чтобы призвать использовать боевые навыки. У него три боевых навыка будет? Даже у обычного лоха? Различные наёмники обладают различными боевыми навыками, которые после их использования требуют определённое время на восстановление. Ну, это нормально. Это гуд. И... Снабжение. Что ты умеешь? Ты умеешь стрелять? А что ты сделал? Кто это? Какую-то шкатулку выкинул. Ладно. Начинается жопа. Эй, если уж так хочется умереть, иди убей себя сам. Я-то тут при чем? Я не знаю при чем. Ты просто подвернулся под руку. Вообще-то здесь очень много орков, которые все против меня, естественно. И это настораживает. Вот видите почему? Еще один удар, и он ляжет. Он в смысле Баронор. А не хочется. Мне бы стрел. Но стрел здесь не будет, пока я их не накуляю себе. Блин, капец, как они быстро убивают Баронора. Я не могу сделать, сука, ни единого удара. А моему наемнику, по-моему, пофиг на меня. Он просто там валяется и бегает. Херней страдает. Может быть, после того, как я захвачу точку, будет немножко попроще. Поэтому танцуем здесь. Если что, этот уровень сложности вообще не внушает мне уверенности. Уверенности. Да. Захватываем точку. Какой-то крикливый. А теперь можно, в принципе, и победить этого дядю, да? Орки же перестанут так жестко меня здесь драть. Мои пацаны здесь пришли. Нормально. Тем более. Отлично. Парни. Главное только сберечь меня. Что хотите делайте. Умирайте, как хотите. Меня надо сберечь. И мне нужны стрелы. А у меня они, кстати, восстановились. Давайте попробуем на этого орка. Главное, не на нашего снабженца. Натравить этого червя. Естественно, снабженцу трендос, да? Да или нет? Дожди ты. Я не знаю. В общем, нет. Вроде как снабженец держится, но он уже на последних издохах держится. Нет. На тебе. На. Приспособился, да? Ну, хорошо. А если я тебя попробую щитом пробить, а? Молодец. Пробил того, кого надо. Прям того, кого надо. Борыч. С ранорычем. Я сейчас этим щитом отхвачу. Ладно, хрен с тобой. Как насчет выстрела в башню и отхвата? Снабженец, руби его в спину. Мы его должны осилить. Руби его. Сучара, а? Последняя бутылка. Последняя. Давайте все-таки попробуем, пока снабженец еще жив, вызвать на него червя. Что-то он какой-то больно крепкий. Серьезно. Снабж, давай его мочи. Да, да, я понял тебя. Подкрепление кто-то вызвал. Да? Молодец. Может быть, с них жизни прилетит немножко хотя бы. Не так плохие обычные орки. Как мне показалось с самого начала. Но они мне и сами могут навалить. А также застрелить. Ну, я, конечно, сам виноват, но, если честно, я был практически полностью уверен, что он будет сидеть на карачках, как обычно это делают орки. Ну, и типа ждать, покуда я его подниму. Но нет, нет, не бывать этому, да? Ясно, ясно. Тогда мне нужны стрелы и жизнь. Потому что у нас жизни осталось на один удар. Давайте за стрелом побегаем. Все на самом деле очень прикольно. Кстати, а это канает за костер, а? Канает. Этим пренебрегать нельзя. Дядя, ты еще жизнь себе пополняешь, что ли? Ты что, совсем очумел, что ли? Голову ему. Что такое? А, ну все, это нам смерть тогда. Вам всем, парни, так точно. А и он еще не узим казнем нашим. Хорошо. Мы, кстати, меч поимели с нашего пацана давить. Не, ну я знал, что он будет ядреным. Потому что, как я понимаю, у нас уровень равняется нашему парню. 26 уровня, который был. Очень-очень-очень хотелось этого избежать, но... Братан! Ты не поверишь, как я рад тебя видеть. Молодец. Давай, брат. Да-да-да. А я уже попрощался. Вот прет же ему, а! Вот как так? И нас сразу куда-то перенесут. А щит взять. С трудом, потом и кровью была взята эта крепость. Еще одного простого пацана я не вижу абсолютно никакого смысла брать. Потому что я его не спасу. Он меня не спасает, я его не спасаю. Как-то так. Боевые сфотки. Ну, давай посмотрим. Там был щит, я не смог его взять. Обидно. Ну, что у нас сейчас, походу, токовый. Херовый какой-то. Пять ячеек в центре меню армии предназначены для команды... Ну, это мы знаем. Это мы все знаем. Вы можете нанять новых наемников для команды... Понятно. Хорошо. Угу. Одну заставу взяли. С трудом. Не зря, значит, мы от него тогда улепетывали, да? Вот от этого пацана. Но! Таллиона давным-давно никто не спасал. Что очень обидно. И еще очень обидно, что мы сейчас зависли, если что. Заметно, да? Но, тем не менее, есть о чем поговорить, пока, может быть, оно отмиснет. Так вот. Как так получается? Нет, я понимаю, что Таллиона ненавидит. И есть за что, да. Но, тем не менее. Этим только начал. Во-первых, три раза простили. Реально, не то, что спасли. Простили. Если вы смотрели предыдущую серию. Два раза нас спас чужой Карагор, который, по идее, должен был и добить, на самом деле, сам. Нет, он спас. Реально спас. Причем спас не вот так, как запланировано в этой игре, а просто потому, что он взял удар на себя, скажем так. Отвел удар на себя, урон. А еще один раз нас спас братан. Таким же самым Макаром. Не таким, как в этот раз, а просто так. И, конечно, это прикольно, но эта удача рано или поздно закончится. Я это прекрасно понимаю, на это рассчитывать нельзя. И то, когда ляжет Баронор в первый раз, это просто вопрос времени. Да? Ну что, никак не отвиснешь? Нет. А нет, оно не зависло. Ладно. Давайте попробуем посмотреть, сколько тут стоят более-менее вменяемые пацаны. Они стоят трех. Это уже кое-что, на самом деле. И я думаю, надо брать со щитом. Мне что-то так кажется, они более живучие будут. На перке их пялиться было бы здорово, но я не хочу, потому что у меня не тот стиль игры. Первый ряд вообще говно. Но это как по мне. Пока что никого не берем. Я так понимаю, тем более, что не зависит абсолютно... Легендарный, 65-го уровня. Ой-ой-ой. Не зависит абсолютно, есть ли у нас телохранитель или нет. Телохранитель отдал антаж. Возможно, после этого Серка поверит нам. Возможно. Давайте я щит заберу, который здесь где-то валяется. А я не думал, что ты так можешь просраться. И поставим хоть что-то. Хоть что-то на предметики. Поверженные капитаны оставляют дополнения, которые улучшают ваше снаряжение. Орки с сокровищами также могут оставлять после себя дополнения. Каждый предмет и снаряжение имеет восьмичек. Хорошо. Значит, ну да. И что будем делать? Накапливаемое плюс 5. Урон снижен на 5%. Ну, это фигня, конечно. И, как я понял, убирать нельзя их. И ставить лучше действительно более четкие. Об этом мне написал практически каждый человек, кому было до этого дело. Поэтому, естественно, мы это ставить не будем. А сюда тоже только дополнение, да? То есть никаких новых доспехов. Было бы неплохо дополнение в виде капюшона, потому что у него тоже с волосами не все гуд. Ладно, раз такое дело, пока ничего не будем дополнять всяким хламом. На самом деле, я даже не знаю. Ну, напишите еще, что вы думаете по этому поводу, но тем не менее. Здесь где-то, где-то здесь был ящик вроде как с барахлом, нет? Что у тебя? А что у него было-то? Я не знаю, что у него было. Ящик был же. И его, судя по всему, нужно было открывать, покуда мы не захватили эту заставу, а потому... Потом он тупо пропал. Ладно, давайте попробуем захватить еще одну заставу тогда. Кстати, тут какое-то дополнение? Или что это? Валяется? Там наверх. Сейчас гляну, что это за фигня такая. Просто интересно. Но где-то там. А сможешь на эту стенку залезть, а? Да прыгаешь! Ну почему? А если бы помер? А прыгать-то, собственно, и надо. Это... Трупешник. Что он с них собирает? Ладно, неважно. Что-то собирает. Хрен его знает что. Давайте попробуем захватить еще одну заставу. Это мы на 20% уже выполнили. Прикольно. Которая находится здесь где-нибудь поближе. Вот это значит, да? Давай попробуем. Тазош задан. Если там два капитана, вы же понимаете, сейчас будут такие песни и пляски. Мама, не горюй. Но. Может быть, оно тобой стоит. А также здесь еще один трупак орка. Я так понимаю, здесь исключительно... Ну, наверное, либо деньги, либо... Эликсиры здоровья. Но только я не понимаю, как их пользоваться. Кстати! Надо же прокачивать его. Я совсем забыл. Мы можем качкануть. Итак. Улучшение. Почетный караул. Назначьте еще одного телохранителя и нажмите 3. Ну, понятно. Использовать боевой навык. Это все, конечно, здорово. Трех телохранителей. Здорово. Замечательно. Отлично. Здесь что? Использование боевого клича полностью восстанавливает ваше здоровье. Это надо. А как использовать боевой клич? При полном заряде харизмы нажмите 5, чтобы исцелить и привести в состояние ярости союзников поблизости. Хорошо. А что еще здесь можно? Использовать боевого клича полностью восстанавливает вашу мощь. И использование боевого клича полностью восстанавливает все остальные стрелы. Я думаю, пока что здоровье важнее. Хотя и стрелы тоже важны. Ну, ладно. Начнем со здоровья. Берем эту штуку. И, наверное, стрелы сразу же. А двух капитанов... Да мне просто даже денег не хватит на двух нормальных капитанов. Ладно. Давайте пока что стальные стрелы. Как-то так. Дальше будем танцевать от этого. Кстати, здесь... Надо будет тоже что-нибудь подразвить, да? Аптекачка знак, Ариан. Ну, хорошо. В следующий раз. Начнем с этого. Так. Побежали за крепостью. Это единственный, на самом деле, способ мне быстро набрать... Баблишко. А ты умеешь как-то ли он? Несколько их сразу. Нет? Не умеешь. Тынц. 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 И тынц. Все. Замечательно. Это надо? Не надо? Не надо. Жаль, оно не остается навеки. Это прям жаль. А также мне бы высматривать здесь костяки драконов. Вон. Я же думаю, где-то здесь было. И на гейзер, да, я знаю, что если не летать на гейзер, то будет все намного ярче. Он будет лететь дальше. А Талион так не умеет. Талион, когда убивает, они все сразу видят. А Баранор особо скрытный. Видите? Он и без теневого вот этого прыжка может всех по очереди перекалашматить просто. Это классно. Так, где-то здесь же должно быть, потому что я видел эту черепуху. Я же не ошибаюсь. И я просто сейчас не хочу бегать 10 раз. Вот здесь. Не может же быть такого, что здесь две черепухи. Хотя, сука, может. Еще как. Черепуха. Я, кстати, даже не знаю, как они выглядят, эти нуменорские прибамбасы. Ну, может быть. А в ноздри залезть нет? Нет. Вы меня не видели. Ты меня не видел. По-моему, засек. Пучок. Да, засек. Нормальный. И он 45-го уровня. Это замечательно, потому что 45-го уровня я сейчас вообще не хочу долбаться с ним. Чтобы довести это оружие до ума, пришлось раздобыть немало яда. Надеюсь, ты успеешь оценить мои усилия. А, оно еще ядовитое. Замечательно. И у него прям все. Наездник. Хренаездник. Блин. Все. Еще и лучники. С ним. Сваливаем. Я хочу единственное, что... Молодец. Классно он придумал с этими своими пацанами. Они меня такой ордой завалят только так. Единственное, что может спасти сейчас, это черви. Хотя они скорее быстрее убьют. Давай. Побежали. Где может быть эта хрена? Опаньки. Ай. Ай-яй-яй. Ну, почему же ты не... Ты... А как туда... Вот. Забрать. Блин. Надо привыкнуть, что один раз нажать все. Да, прикольно. Каждый раз будет рассказывать, видимо, историю. Ну, это классно, действительно. Я, между прочим, как несведущий человек в Властелине Колец, заю сейчас вопросом. Чё это такое вообще, нахрен? Ну, минорцы и... Я имею в виду и конкретно вот этих прибамбасов. Если вы знаете, напишите. Выходим, выходим. Выходим. А может быть и не выходим. Может быть и подождем. А тебе чё тут ждать-то с морепогоды? Ну, можно попробовать пристрелить. Одного-двух. Ну, от них мы, наверное, сможем увернуться, да? Если очень постараемся. Можно на цешечку чё-нибудь провернуть, а? Мы, вообще-то, отсюда сваливаем. Потому что он уже аж 49-го уровня стал. Это вообще не айс. А также они тут понаставили своих флагов. Будут мочить, значит, да? Решили прям... Кончить. Баранорыча. Мы валим. Мы валим, валим, валим. Да. Наверх. Давай. Ну, не совсем это было туда, куда надо, но ладно. Попытаемся захватить крепость. Правдами, неправдами, всей хернёй. Потому что это надо. Я так понимаю, что крепости мы мы потеряем, да? Или они входят в сюжетные... В сюжетные миссии и... Ну, после смерти. И не теряются. Рен его знает. Чё там? Да-да. Высшее уже. А что даёт высшее усиление? Что оно даёт? Даёт. Увеличение урона от скрытных атак. Ну, это уже кое-что. Скрытные атаки по капитанам обращают в бегство орков, находящихся неподалёку. Подождите, а это же не усиление или усиление? Нет, это не усиление. Это... Нет, это дополнение всё-таки, да? Его только развивать. Тогда пока не хочу. Будешь же ещё легендарной. Хотя, блин, не факт, что я дорасту до него. Нужно намного больше впахивать в это дополнение, чтобы дорасти. Да? Ну, я так думаю. Тощий зад. Я вот это так прочёл. Сразу. И всё. И даже перечитывать не собираюсь. Тощий зад. Надерёт ли тощий зад... Ээээ... Зад Баронору? М? 45-й уровень. Кроша кузнец. Как вы все наверняка слыхали. В окрестностях в последнее время неспокойно. Будем надеяться, что и нам тоже достанется шанс поразвлечься. Я тут буду, естественно, в одно рыло. Это круто. Отряд дикарей. Замечательно. Давайте попробуем врубить какое-то подобие стелса. Что мне нужно сделать? Победить командиров заставы. Один 26-го уровня, другой... Другой невменяемого совершенно уровня. Но вот с 26-го, пожалуй, можно было бы и начать. Особенно, если приземлиться на его дурную голову. И прикончить его. Сразу. А? Нихрена сразу, конечно же, не прикончим мы его. Но главное, чтобы тот пацан нас не застал. А разъярение нам не на руку совершенно. Давайте тогда танцевать возле Грога, парни. Грог же тоже взрывается. А еще взрываются вот эти вот песчаные понты. Убери щит, пожалуйста. Сука. У меня стрела граничное количество. Как ты не можешь этого понять, а? Танцы будут. Будет все, как мы любим, да? Кстати, а ведь его можно было сейчас зарезать. И это было бы прикольно. Но мне нужно, чтобы они все спустились вниз. А то они там решили штурмовать эту хижину. Парни. Короче, так. Собираемся здесь. Экономить надо эти приколы, конечно же. Да, это было больно. Главное, чтобы они не закрыли мне своими щитами. Замечательно. Да. Взрывная какая-нибудь херня. Так. Щитоносов я боюсь больше всего. Кстати, а на R что-то ты умеешь делать, нет? Судя по всему, пока что нет, поэтому будем тупо казнить. Да. Где делся пацан 26 уровня? Вы мне скажите только, честно. А он свалил. Молодец, я бы тоже так сделал. Причем он там бегает, я разъяренный, больной на голову. Со всеми делами. Кстати, неплохой удар у Варанора. Достаточно один раз шмякнуть. А логу, да? Чтобы лишиться, чтобы мы лишились половины здоровья. Что ж, это будет намного больше даже танцев, чем я думал, но... Съешь а лога. От подлина, ладно. Не а лога, так кого-то другого. Режу его. Замечательно. Эпичненько так. В стиле трое. Троих. Да блин! Я, кстати, лечусь сразу же, когда у меня не хватает полжизни, потому что... Спасение фишечка такая. Пришла и ушла. Только так. Так, парни. Все... О, так это намного лучше даже хреновина, чем я думал. Как ты его не съел? Как ты его не съел? Зараза такая. Ладно. Классная фигня. Будем пользоваться. Они начали между собой сражаться? Да неужели. Да просто неужели. Ну, я не верю в это. Нет, они начали тупо сражаться с моими нуменорскими подсаками. Поможем! Поможем. Главное прыгать, да? Главное не сдохнуть и прыгать. Таких дядей отстреливать. Дядей со щитом тоже отстреливать. Эй! Это застава моя. А ты? Ты скоро станешь моей добычей. Хер тебе! Просто иди в жару. Пускай заговорит наше оружие. Пускай. Но не твое. Я не люблю, когда в меня стреляют. Поэтому твое оружие не хотелось бы, чтобы заговорило. А также, ребят, вот здесь есть бочечка. Давайте собираемся здесь все-таки. Надо захватывать. Надо, я все понимаю. Но бочка, она сама себя не взорвет. Ноу! Сука, ногой поймал! Это будет сложно. Это будет сложно. Но не невозможно. Я в это верю. Я вообще-то говорю сейчас не о захвате крепости, а тупо о взрыве бочки, если что. Главное, чтобы возле нее собрались. Парни. Вот так вот. Мы тут просто еще ништяков собираем же, да? Не надо оборонять бочку. Вы заколебали. Казни его! Казни его! Казни! Баранор, я смотрю, у тебя та же болезнь, какая и у Талиона, да? Я не знаю, зачем я это сделал. Просто проверить. Просто проверить, как оно будет. И вас слишком много! А у Баранора нету фишек, которым я так привык к Талиону. К Талионам играю. Ладно. Давайте захватывать крепость. Точку. А то что-то много орков. Да ведь? Не попадешь. Я, кстати, бабло соберу. Я могу даже прыгая захватить эту точку. Это вообще не проблема. Но надо не забывать, что могут и навалять. Как здесь много народу. Талиону бы такое раздолье, да? Ладно. Ну, извините. Конц от концов. Лады. Захватываем крепость. Ну, типа. Наваливаем дяди. Немножко. Чуть-чуть. Так. Слегка. Он, кстати, отбивается от стада. Это неплохо. Но вы посмотрите, какая здесь орда. Я просто обязан сейчас бахнуть их всех на четверочку. Это единственный вообще вариант выжить здесь. Всем понятно? А оно, кстати, их не убивает. Потому что это не Талион. И кольца всевластия нет. Я губу-то свою раскатал, да? Капец. Ладно, парень. Давай-ка подходи тогда к Грогу. Как иначе-то? А, они начали разбегаться. Ну, это тоже неплохо. Но Баронор, естественно, взрывает себя слишком крепко. Пацаны! Разойдись! Да! А, он уже отошел, да? Он уже отошел. Приспособился он. Хорошо. Раз он приспособился, я перехожу на взрывные свои снарядики. И получил, естественно. Естественно, и отгребал сразу же. Причем очень крепко. И бегаю возле червя. Капец, у меня адреналина такого не было давно. Серьезно. Это жопа какая-то. А нам еще с 45-м возиться. А я еще 26-го не завалил. Ну, в общем, вы поняли, да? Меня нет. Мы будем стрелком. А, ну это вообще замечательно. Это вообще жопа полная, если честно. Хм. Да. Парни, вас не хватает, да? Вы очень быстро заканчиваетесь. Вас катастрофически не хватает. Ну ладно. Ладно. Мы сейчас найдем где-нибудь еще здесь трупак же орочий, да? Валяется. В нем может быть что-то ценное. Да или нет? Быстрей! А он взял или нет, когда я так его подначиваю? Он берет что-то или не берет? Не знаю. Ладно. Заруби его. За-ру-би этого аллога! У нас по-прежнему нету жизни. Но есть стрелы. Это хорошо. Я так понял, Баронор туполучный. Факт. Просто. Фактисимо. Неплохой, кстати, у него взрыв идет. От этих понтовых его стрел. Но, тем не менее. Давай-ка тебя попробуем вот так. Быстренько вывести из боя. И посмотреть, что тут еще есть. Капитаны не разбегаются. Это была проблема только исключительно Талиона. Пацанов обычных валить нет смысла. Я это уже понял. А вот взрывать этих дядей нужно. И нас здесь отстрелят. Очень быстро. Пошло оно все. Так, где-то здесь орк валяется. Да, это блин Тарк. Это блин Тарк. А у тебя может быть эликсир? Что ты дошел там? Да, отлично. На одних только этих фиговинах и будем держаться. Давайте собираемся здесь. Потому что мы будем стрелять. Я предупредил. Что, пацанва? Нормально? Нравится? Да запрыгни уже. Талионам, конечно же, было все бодрее. Но. Сука. И я отвык, что он не может блокировать сразу двоих. Это, кстати, тоже печальная проблема. Баранора. Исключительно Баранора. Талион-то может. У него это раздвоение личности, если что. Парень! А ты что, меня потерял, что ли? Нет, он меня не потерял. Поешь его, червь. Не. Червь вообще не собирается меня слушаться и есть тех, кого мне надо. Но! Почему они бегают, как идиоты полоумные? А? Теперь, наверное, за мной будут бегать даже? Или как? Как это работает просто? Папам! И все упали. Жизни, да, жизни. Это надо, это надо. Я не знаю, почему они бегают. Но мне это нравится, конечно. Они меня не убивают хотя бы. Но здесь и подтанцовки хватает, чтобы меня убить. Да тихо ты. Я же тебя казнить хочу. Молодец. Крэшевать его будешь, да? Опа! Как попал! Как же вы могли, а? Ублюдки. Ему повезло, что его не берут стрелы. Ну, побежали к Грогу. Он тем более здесь близко. Да, парень. Вот прям здесь. Нормально, стрелы появились. Появились взрывные наши стрелы, любимые. Ща будем взрываться. Выживание на грани просто. Да? Парни, парни, парни. Главное, что от своих стрел он не взрывается. Но они прибывают и прибывают. Мать его. Дайте мне казнить этого пацана, а? Я просто хочу это сделать. И что-то как-то слабовато, да? Вы не находите? Как я мог промазать так, а? Сучара. Ладно. Этот вечно отбивается от стада. Надо его... Мочить. Я не понимаю, почему это происходит. Вот такая херня здесь. Угу. Но тем не менее. Я не знаю, почему я это делаю. Потому что делается. Вали. И ты тоже. Жаль, стрел у вас не выпало. Я его потерял. А. Вот это мясорубка. Это жопа просто. Между прочим, я знал, что с Таллианом будет такая же тема. И поэтому именно и не стал устанавливать ему такой уровень сложности. Что ты поделаешь, а? Что, только так я ему смогу урон нанести? Или что? Он настолько просто увертливый, что со всеми этими прибомбаснутыми, блин, пацанами я просто не смогу его задрать. А они реально прибывают. Если в начале серии я еще верил, что их можно как-то отстрелить всех, то нихрена невозможно. А еще взрывать костры возле себя не стоит. Твою мать! Ты серьезно? Как же не попал-то? Таллиан бы обязательно попал. Хочется в это верить. Может быть запрыгнешь, а? Ладно, ладно. Там враги, тут враги. Ладно, я немножко их расшатал, раструсил. Сука, спасибо, называется. Твою-то мать, а? А он умеет даже и так восстанавливаться в здоровье. Ладно, ладно, молодцы. Красавчики просто. Танцы продолжаются. Надо приспособиться к этому уровню сломости, тогда все пойдет бодрее, конечно же. Но не сейчас, да? Кстати, здесь есть орк, которого неплохо было бы. Но, наверное, потом обыщем его. Да, парни. Если бы они не бегали, как угорелые, мне вообще в жопу было бы. Потому что даже, несмотря на то, что они высшие, не высшие, они все равно наваливают. Нормально. А еще, конечно же, нам нужны эти наши дяди. Ладно, давайте попробуем обыскать. Рупак. Только быстро, да? Ты что-то нашел там? Да, ты все нашел. Замечательно. Раз ты все нашел. И все сразу упали, да? О, отлично. Ну, это замечательно, конечно. Жаль, я их взял сейчас, да? Добили. Я думаю, все-таки, просто их немножко нужно уменьшить популяцию. Потому что пипец как это сложно. Между них добраться даже до тех парней. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вы меня каждый прям не применете об стеночку, об землечку. Бабахнуть. Давайте вызываем червя. А, кстати, если выстрелить по ней ничего не будет. Ладно. Взрывная. Это прям то, что доктор прописал, да? Опс. Когда отхватил, не знаю. Но, в принципе, заслуженно, наверное, да? Сейчас, 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 сейчас. И они тупо набегают, да? Ни черта не будет. Даже обычный орк своей, ну, не совсем обычной атакой реально сносит все, что можно снести. Жопа-то какая, а? Дайте мне взрывных стрел взять, а? Или тут таких мне завезли? Завезли еще, как? Сколько здесь лучников завезли? И вот это вообще трендос просто. Кстати, это, наверное, не обязательно в голову, да? Казни его. А, ну понятно. Давай вот так мы сделаем. Вы меня боитесь? Нет, парни? По-моему, нет. Ладно, а жаль. А, жаль. Хорняк. Ладно, хорошо. На. Посыпались трупы какие-то сверху. Я не знаю, что это за трупы. Я не знаю, откуда они посыпались, но... Оу! Воу! Воу! Парни, спокойно! Начали уже выметать даже обычные алоги. Капец, какой это труд. Здесь у тебя баронор. Да, у нас остались только обычные стрелы. И ты застрять решил? Не вздумай. Ладно, и обычными стрелами тоже можно кое-что сделать. Но если только отстреливать не будут. Суки всякие. Это он пронесся, а? Вот это он пронесся. Капец. Вообще-то тому полудурошному одна казнь, я уверен. Нет. Он немножко подлечился. Но... Сука, стой. Как же так? Как же они ловят-то, а? Почему я это делаю? Я не знаю, потому что я отчаянный. Вот, вот как-то так. Ладно, его сожрет червь. Да, ведь? Его сожрет червь? Или сейчас, как всегда, какого-то левого? Ну, конечно. Ты отбился от 100, сука. Ты должен умереть. По-моему, этого он вообще не знает, что он должен умереть. Абсолютно. Ладно, давайте попробуем. Стрелы, стрелы, взрывные мне. Срочно. Нужны. А их нет. И вот кого я теперь... В кого я стрелял из них, а? Тебе нас не убить. Да, блин, это уж точно. Это, блин, уж точно. Не убить. Кстати, да, за жизнью надо будет нырнуть. Дядя, ну дай же ты... Убей его, борыч! Наверное, ему казнь нужна, да? Я не знаю просто. Я даже вроде как ему вваливаю, но он лечится. Да, отлично. И у него через горло вышло копье. Капец, чтобы я так радовался, когда Талион убил орка 26 уровня. Да они не выживали даже рядом с Талионом. А теперь самое сложное. Орк 43 уровня, да? Танцы, блин, продолжаются. Тем более, что аологи не заканчиваются. Давайте попробуем накалидовать где-то стрел. Это нигде не получится сделать, да? ТП. Да ладно, ты сдохни уже, нет? Ни разу не хочет дыхать. Хорошо, побежали к Грогу. Без Грога ничего не будет. Он прям здесь, да? Не крышуй его, пожалуйста. Ну не крышуй же ты. Урод. Да, и вы все загорелись. Кстати, а кто-нибудь здесь расставляет? Как? Как это? Да нет же! Отлично, братан, спасибо. Серьезно. Я, конечно, заслужил это. Баронор. Но ты прям как надо пришел. Вовремя. Хочешь, я тебе денег отсыплю, а? Я тут насобирал. Спасатель, да, я не против заполучить твою добычу. Да, пожалуйста. Спасибо, братану, просто. Ладно. Тот парень не простреливается. И это, блин, проблема. А также есть здесь один орд, которого надо по-любому убить. Потому что он, сука, светится. Но они его все защищают, как а? Молодцы. Я, кстати, в этот ящик хрен вскрою. Но серьезно, объективно. Побежали все сюда, ребят. Я, кстати, бегаю зря, абсолютно без жизни. И мы все закрыли эту хрень. Отлично. Это было попадание прям в точку. Не обязательно было его крошить. Конечно, у нас были другие цели. Но у нас есть взрывные стрелы. Если честно, все на них держится. Я попробую сейчас прострелить того дядю взрывными стрелами. Где он там отделся? Кстати. Это типа усиление какое-то. Его же нужно продать за деньги. Парни, извините, я не удержался. И вы все легли. Дядь, давай попробуем так с тобой, да? Это начало. Это уже начало. А также... Взрывные тратить не будем. Стопэ! Ну, 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 ну! Сука! Крышуют! Да! Червь, вали всех! Жаль, черви такие слабые. Я думаю, меня сожрут сразу же. Кстати, жизнь у нас заканчивается. Ладно. Ладно, 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 ладно. Еще немножко взрывных стрел. Какая напряженка. Капец. Я в Dark Souls так не напрягаюсь. Хотя в последнее время, если быть откровенным, то в Dark Souls сложность в том, чтобы именно придерживаться, скажем так, стиля. Умрите уже здесь все, а! Да, взрывные стрелы. Все хорошо. Понятно. Ну, давай попробуем с тобой все-таки еще разок. А, тут прям целая... Херня! Кто попал-то? Так... Сука, нет! А-а-а! No, 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 no! Да. Никто не живет вечно. Баронор смертен. У него нет кольца власти. Если он сдохнет, если его историю придется начать заново, прогресс в сюжетных зданиях и все открытое не пропадает, торвинские навыки сохранятся, но заставы и наемники будут потеряны. Бабло тоже же. Ну, они же его должны ограбить. Сумма набранных после гибели или завершения игры очков зависит от количества убитых орков, скорости прохождения и уровня сложности. Результаты можно улучшать. Что, больные, что ли? Повторять это? Я что, псих, что ли? Я это один раз пройду и все. Начать новое прохождение. Как это будет выглядеть вообще, а? Все сделали. Ничего не сделали. Ну, типа. Открытые ключевые этапы. Много же мы ключевых этапов открыли. Я понял стратегию спасения братана, на которую вообще не хочется рассчитывать, на самом деле, но я примерно ее понял. И тем не менее. И тем не менее. Сейчас посмотрим, что это будет. Одно я понял точно. Без наемников, лучше даже без сразу трех, вообще сорваться нет смысла. Нас порежут. При низком уровне здоровья. Да-да-да, это мы все знаем, зачем это повторяет. Давайте, давайте посмотрим, что у нас сохранилось, что у нас не сохранилось. Бабло меня интересует. А бабло сохранилось, по-моему, на том уровне, на котором оно было, прежде чем мы начали то задание, да? По сути, по сути, вот мы сейчас проиграли, но по большому счету ничего не изменилось. Ну, орки только пропали, те, которые были, да? А так ничего не изменилось. Ладно, давайте посмотрим, что это за улучшение торвинское. Как его открыть? Или я его уже открыл? Вернитесь к торвину. Пошло. А мы возле кого? Торвич. Варанор. Да перестань. А, контр. О! О! Посмотрим, что ты приволок. Что я приволок? Итак, нажмите пробел во время подтягивания к крюку, чтобы подбросить самого себя над местом зацепа. Ваш параплан автоматически раскроется при необходимости. Прикольно. Прикольно. Ну что ж. Да. Гуд. Пусть будет. Это повысит твои шансы. Да. Это повысит мои шансы. А также мне нужны пацаны. И для этого я даже не знаю, что делать. Наверное, торвинских улучшений побольше собрать. Побегать. Прежде чем нападать на них. А также потренькаться на обычных орков пока не одни. Потому что нас заставит пипец тьма орков просто. Это классно. Это классно, но с одной стороны. А с другой стороны не классно, потому что это все затягивается и мы тупо херней страдаем. Да? Но тем не менее. А, засады все. Заставы все сбрасываются еще. Ну, ожидаемо не скажу, что это типа как-то какой-то проблемой является. Тем более, что пока что мы захватили только одну. Что ж. По сути, не особо-то издвинулись с места, но тем не менее немножко что-то увидели, что-то показали, что-то посмотрели. Я не знаю. Пока что нет желания понижать уровень сложности по одной простой причине. К нему надо, во-первых, привыкнуть. Во-вторых, немножко подразвить надо нашего Баранора, и тогда будет, конечно же, проще. Я так понимаю, там другие еще стрелы появятся, которые тоже неплохие. Здесь, здесь, везде. Вот. Что там? Набросок один? Что за набросок один? Подожди ты. А-а-а. Мы, кстати, здесь были. А где находится эта... Секундочку. Неужели там еще одно улучшение? Сейчас просто слетаем посмотреть. Там же? Или вон там? Не знаю, сейчас будет видно. Там просто замурованные эти самые, там вряд ли будет. Или это издали они просто не прорисовались? Нет, оно все замурованное, нифига там не будет. Наверное, там, где мы с самого начала были. Хотя, как Баранор мог не взять Торвиндское усиление? Торвинд же им запихнул эти бумажки сразу же. Я, кстати, что-то не понял, почему оно не подбросило вверх. Это же гейзер. Наверное, надо что-то жать, чтобы оно подбросило. Кстати, а ты умеешь плавать? Сильно не поплаваешь. Казалось, что оно глубже. Так, а где же, где же, где же? Я не думал, что прям так просто его будут найти, но... Сколько здесь подобных мест может быть? А может, нам сюда прорваться? Нет? Нет, ну это как-то странно. Серьезно, подождите. Наверху, наверное, я где-то проглядел его. Я думал, внутри, а на самом деле оно наружу. если я, конечно, здесь наверху либо не просвал. Посмотрим. Ну, подтянись, я не знаю. Д. Да, да, да. добери его, бери. Че там оно улучшает, кстати. Властяра какой-то. по идее, это для вытягивания орочи в кишу. Они создали устройство для айден клайминг, апгрейдили, чтобы бросить много людей в кишу. бухаешь, да? О, это то, о чем я думаю. Угу. Это то, о чем я думаю, наверное. Итак, при полном заряде мощи нажмите R, чтобы прокрутить вокруг себя крюк на цепи. Мощная атака собьет с ног и оглушит всех врагов на своем пути. В принципе, это уже кое-что. Это уже реально кое-что. Но надо бы вот эту хрень тоже развивать. Ну, посмотрим. Серьезно? Еще оно там? Как так-то, а? Это, наверное, какой-то другой. Это, наверное, там та застава, на которой мы были. Нет? Ну, типа, я был внутри и ничего нет. Что мы там не обнаружили? Что ж, будем это искать все в следующей серии? Забавно будет, наверняка. Да, это будет классно. На самом деле, очень даже поможет, потому что сбивая их с ног мы очень даже себе. Реально выигрываем и время, и все остальное. Единственная проблема о логе. Надо будет научиться с ологами расправляться быстрее, и все будет вообще гуд. Что ж, это была длинная серия, мы фактически нихрена не сделали, но, если она вам понравилась, ставьте лайк, если не понравилась, ставьте дизлайк, и поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите на ютубе. А на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки есть в описании, и... Ба-бай! Субтитры сделал DimaTorzok